У Анастасии Клименко еще с детства стояла цель связать свою жизнь с медициной. Хотела быть похожей на бабушку. Сейчас девушка учится на первом курсе медицинского колледжа. Сегодня Настя смогла побывать в роли главного фельдшера, что только укрепило ее детскую мечту. Нам надо было, наверное, решиться сначала. Сначала надо было увидеть изнутри и решить это все, все-таки хотим мы или не хотим. Но теперь, я так думаю, что как минимум полгруппы точно захотят сюда вернуться. Потому что скорая помощь, это адреналин, такие эмоции. Помощь людям. В течение всего дня студенты медколледжа работали дублерами по всем направлениям скорой помощи. Им удалось попробовать свои силы в роли главного врача, главного фельдшера, диспетчера и выездной бригады. Ребята не только проверяют на знания, но и смотрят на их готовность, оперативность и решительность. Будущие фельдшера еще не ставят диагнозы, не оказывают медицинскую помощь, бесценный опыт и еще больше интерес к профессии. Вот что ожидают сегодня получить студенты. День дублера прошел впервые в истории станции скорой помощи. У студентов не только загорелись глаза, некоторые из них лишний раз убедились в правильном выборе профессии. Из-за некоторых обстоятельств у меня получилось так, что мне пришлось выбрать медицинский колледж. Я поступила и не жалею сейчас. Мне очень нравится учиться. То, что практика, вот впервые у нас такое, что мы куда-то выехали и все излучаем прям так глубоко. Даже, наверное, в колледже мы так не изучали. Для Кустанайской станции скорой помощи этот день тоже важен. Это прежде всего возможность решить проблему с кадрами. Дети реально выезжали на вызова, принимали вызова. То есть ознакомились со всеми аспектами жизни станции скорой помощи. Главная цель, чему мы хотели добиться, это сформировать у них раннюю заинтересованность в будущей работе. То есть оптимально я вижу, что спустя три года все эти дети будут нашими фельдшерами, будут работать именно у нас. И все три года они будут учиться, прекрасно осознавая, какое место работы они выбрали. То есть будут уделять внимание, в первую очередь, тем предметам, которые им понадобятся в качестве будущих фельдшеров скорой помощи. Ирина Штегер-Вальд отметила, что за полгода невозможно укомплектовать все бригады в новом составе. Она надеется, что благодаря таким мероприятиям в течение полутора-двух лет проблема с кадрами решится.